Приветствую вас дорогие мои, Евгений Гордеев на связи с вами Друзья мои, очередная криминальная сводочка Но для начала я хочу сказать самое главное, на мой взгляд Что всех нас не может не тревожить Так официальный представитель МИД, Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила всех россиян о ближайшей полной блокировке Ютьюба И призвала сохранить тех, кому это потребуется, необходимый контент Друзья мои, ну многие уже, так сказать, из блогеров подготовились к этому неприятному Дебиловатому событию Ну, а некоторые, такие как я, не готовятся Почему? Трудно сказать, значит, во-первых, все хочется верить, что этого не случится А во-вторых, честно говоря, я не знаю, как это делать Сын мне мой говорит, что Пап, я тебя зарегистрирую Как блогера, как создателя канала этого Где-нибудь на Каймановых островах И ты как был, так и будешь, значит, на Ютьюбе Он говорит, что это наш ростом потребнадзор или кто-то закрывает Наши закрывают, правительство наше А не сам Ютьюб, значит, отказывает россиянам в удовольствии использовать этот контент А, вернее, этот видеохостинг Видеохостинг И Таким образом, значит, если я Не для россиян Только для своих, так сказать Нам делают такую приятную вещь И если я буду Зарегистрирован, типа Не в России То все нормально, значит, как шло, так и пошло Но дело в том, что тогда и вы, дорогие мои друзья, зрители Российские мои Подписчики Должны будете тоже, видимо Таким образом, значит Зарегистрироваться За пределами России На этом канале, на моем Не знаю, так это или нет Но, по крайней мере Когда у меня Значит, когда был заблокирован в фейсбук Сын так и сделал Я сейчас спокойно, так сказать В фейсбуке Тоже нажимаешь кнопочку Выходишь на свой Как вам сказать На свою платформу, можно сказать так И зарегистрированную где-то Не скажу где И Точно И Так же продолжаю Значит В фейсбуке Работать Но я вам хочу сказать Вот что, значит Что бы там ни было Как бы там ни было Я, честно говоря Не люблю всякие телеграммы Инстаграммы Мне что-то там Не клемансо, так сказать Я не чувствую себя Как бы В своей тарелке А вот Вконтакте я Есть Если кто хочет Значит И вконтакте Значит я есть Просто как Ну Страничка моя Вконтакте Зарегистрированная там А я хочу Там вконтакте Ежели что Создать Вот Свой канал Свой канал Значит Я думаю Что Чтобы вам было Более комфортно Я Свою Фамилию И имя Убирать не буду Из названия Этого канала Евгений Гордеев По-любому оставлю То ли это будет Значит Как там Василия Теркина В поэме Василия Теркина Который наш Мой Известнейший Земляк Поэт Александр Трифонович Твардовский Написал Говорится Смоленский Рожок Может я и назову Канал Смоленский Рожок Евгений Гордеев Или что-нибудь Такое Ну Ищите Короче И обрящите Кроме того Я бы хотел Чтобы каждый Из вас Друзья мои Если это вам Нужно Если вы не хотите Потерять меня На просторах Интернета То под каждым Моим роликом Здесь На ютюбе Есть Как это Называется Смоленский Объяснение Или Сноска Какая-то Вместо того Чтобы там Рассказывать О том О чем Этот ролик Я Просто там Даю Все сведения Для связи Со мной Там есть И мой телефон 910-723-23-23-20 Который связан В котором есть И ватсап И вайбер Там есть И мой Моя почта Адрес Моя почта Смолзаправа Собакам Майл.ру Посмотрите Внимательнее Не пренебрегайте Запишите Себе А потом Вы сможете Ко мне Обратиться Сказать Где вас Найти Я вам Подскажу А сейчас Я честно говоря Не готов Где-то Ну Вконтакте Я уже Как бы Есть И там Я могу Дать На своей странице Буду давать Свой Как там Не канал Называется Группу свою Создам Я Группу свою Создам И там Буду выкладывать Значит Свои ролики Для вас Там мы будем Общаться По-разному И так далее Там я снова Буду обращаться К вам За помощью Может быть Для Нашего Питомника Котовая Сирсетят А может Просто Так сказать Если вам Нравится Со мной Общаться Это будет Просто Донат И называться Хотя Я не знаю Что это значит Донат Это наверное Какая-то Благодарность Типа За наш Нелегкий Труд Благодарность Блогерам За наш Честно говоря Нелегкий Труд Нелегкий Труд Может быть И это Будет Донатить Так сказать Помогать Я Честно говоря Не знаю Вот сейчас Пользуясь тем Что происходит Вот На Украине В мире И так далее Может быть Нам тоже Так сказать Отказаться От всяких Иностранных Слово Ну заколебали Действительно Ну Лайкать Донатить Ну Какие-то Дебиловатые Вещички И На улицах Идешь Грандотель Нью-Йорк На улице Нормандии Неман Была Была Казарма Рыбат А сейчас Грандотель Нью-Йорк Понимаете Ни больше И не меньше И все это еще Ненашинским Бокум Английским Ну тут Смоляне Уже Возмущаются Что В это время Когда нас там Даже Где-то Ну В Америке В некоторых Штатах Убирают Так сказать Русскоязычные Названия Даже с кварталов Русскоязычных С Байтон Бич Там может быть Или откуда Там Магазин Хлебобулочных Изделий Например Написано По-русски Они теперь По-своему Уберут Русскоязычные Названия Назовут Что-нибудь Брод Хлеб Ладно Друзья мои Значит С этим Немножко Разобрались С Ютьюбом Да Теперь Я хочу Сказать Что Вы знаете Что Если На зубок Попадешься Там К чиновникам Пусть даже Местного Разлива Или к силовикам Даже пусть Местного Разлива То будут Гнобить Гнобить До конца Вот В Челябинской Области Значит Был Уполномоченный По правам Человека То есть Бывший Обмунсмен Как Тоже Словечко Так сказать Сломаешь Язык Уполномоченный Был Алексей Севастьянов Он там Дружил С бывшим С губернатором Который попал В опалу В свое время И Что-то На зубок Он попал Видно Местным Силовикам И вот Теперь Значит Анекдотичная Ситуация Возникла 8 апреля То есть Сегодня у нас Какое Девятое Да Ну да Вчера Ему снова Заметьте В 13 Раз Предъявили Одно и то же Обвинение По уголовному Делу Которое тянется 5 лет Уже Уголовное дело Ни тут и ни сюды О чем дело Послушайте меня Внимательно Мужик Обмусмен этот Алексей Севастьянов Решил Личную ферму Завести себе Стать владельцем Фермы Но денег нет Он не вор Так сказать Не казнократ Не взяточник Он Обратился Значит За получением Гранта На развитие Сельского хозяйства На На строительство Своей фермы На покупку Как он говорит Дела от 33 коровах 33 коровы Помните песенка 33 коровы И так далее И вот он Значит Обратился За получением Гранта Представил все Необходимые документы Грант там В размере 3 миллиона рублей Должен был По-моему Если я не ошибаюсь На покупку Этих коров Значит Ну и на Строительство Или приобретение Разрушенной фермы Какое-то Восстановление И так далее Он намеревался Получить этот Грант Но так И не Получил Не получил Потому что То ли Значит Документы Оказались Неполными То ли Так сказать Не поверил Кто-то Что он может Там ферму Создать Да мало ли причин Нам всем Всегда Нам всем Неоднократно С вами В чем-нибудь Где-нибудь Да отказывали Просто С нашими Рязанскими Физиономиями Так сказать За трехмиллионными Грантами Обращаться Нехан А у него Тоже такая Простая Челябинская Физиономия Ну как у Простого Челябинского Мужика Который Значит Когда пьяный Падает Мордой В асфальт То там Остается Так сказать Вмятина В виде его лица Забыл Как она называется Гемма Или еще Как-нибудь Что-то вроде Этого Вот И он Ну простой Мужик Не получил Но зато Заработал Уголовное дело И это уголовное дело Не знают Как похерить И тащат И тащат И вот в тринадцатый Раз За пять лет Ему предъявили Одно И то же Обвинение То есть Обвинение Предъявляют Как бы он все время Под напрягом сидит Все время Он Значит Под каким-то Под санкциями Какими-то Не байденов Челябинскими Челябинскими То есть Ну или под подпиской Они выездили Еще под чем-то сидит И Все время Он В качестве Обвиняемого Уже пять лет Так сказать Находится В статусе Обвиняемого То есть Шаг право Шаг лево Стреляют И в то же время Значит Не в суд Не направляют Ничего Не вроде бы Один раз Там его даже К двум годам Условно За что-то Может за это же Дело Суднули Ну а судили Ну он Наверное В вышестоящей инстанции Наверное Это дело Приговор этот Отменили И вот Оно опять Наверное Тащится Это дело Ох Рехи наши тяжкие Ну Прискорбный Случай Есть Два школьника Провалились Под лед На пруду Поселение Первомайское В Новой Москве Тоже это Вчера Случилось Ребятки Шли гулять По плотине Четвером И вдруг там Один из них Достал конфетку Конфетка достанется Тому Кто По льду Перейдет Этот пруд Ну и девочка И мальчик Согласились Там Лет по 10 Ну а девочка Пятиклассница Кажется А мальчик Четыреклассник Четвероклассник Ну вроде бы Я не буду уточнять Главное Что маленькие Ребята Главное Что вообще Ребята Главное Что люди Вообще Маленькие Люди Российские Ну и Девочка В 5 метрах 5 метров Прошла Раз По колено Провалилась Нет же Назад бы Пойти Нет Она вылезла И снова Пошла А мальчик За ней И вот В 15 метрах Уже где-то От берега Они ухнули Сразу В полынью Под лед Местный житель 35-летний Александр Увидел Это И бросился Спасать Он дополз По льду До детей Кинул куртку Мальчику Тот уцепился За куртку Он его вытащил За девочкой Вернулся А девочка Уже 8 или 10 минут Под водой Была В воде И Под водой Мужчина Этот Александр За этот подвиг Ему надо Орден Давать Нырнул В ледяную воду В одежде Вытащил Девчушку И На перех Их вытащил И тут Кто-то Видимо Позвонил И медики Уже Подъехали Девочку Сразу В реанимацию И целый час Пытались Ее Будем так Говорить Вернуть К жизни Но К сожалению Девчонка Пятиклассница Скончалась Спасти ее Не удалось Вот так Ну а Мальчишка Госпитализировал Сейчас Жив Ну дурачки Что делают Ну наверное В школе Не преподают ОБЖ Есть У нас Когда мы Учились Не было ОБЖ Это Безопасность Жизнеобеспечения Основа Безопасности Жизни Не было Такого предмета Но тем не менее Хотя Чего греха тает Сколько раз Мы могли попасть В такую ситуацию А я даже попадал Причем Я тогда учился В первом или втором классе И тоже в пруду Во дворе Нашей Нашего дома В Смоленске В Смоленске На улице Пригородная Один Я Стал тонуть Под лед ушел Удалось самому Спастись Там по берегу Видел Какие-то Люди Бегают Еще Мальчишка Один Смотрел Как я На льди Не переплывал Этот пруд Палка Отталкивался Льди Настало Вот так Дымом Я туда Ну короче И неоднократно Можно было Значит От разных причин Погибнуть Что тут говорить А мы говорим Вот какие дети Сейчас А мы какими были Отторвы Ну ладно Еще раз повторяю Берегите детей Берегите детей А Александру Вот не знаю Его фамилию Ну надо Известно уже Конечно же Жителю Деревни Ивановская 35-летний Александр Орден надо Орден давать Но ордена нет Я знаю А есть медаль Для спасения людей Вот эту медаль Ему надо В Москве В Кремле Владимир Владимирович Путин Чтобы вручил Так Переносимся В Великий Новгород Все же знают Да Что есть Новгород А есть Великий Новгород Ну вот В Великом Новгороде Суд приговорил К 8 годам Лишения свободы С отбыванием В колонии Строгого режима Жителя Ленинградской области Который признан Виновным В краже В составе Группы По предварительному Сговору Иконы Божия Матерь Иверская Это В Алаамском Монастыре Там Монастырю Подарил Ее В 2001 Году Президент России Владимир Владимирович Путин Там вместе с Иконой Золотые украшения Крест Похитили Тоже Золотой Всего Около 5 миллионов Ущерб Ну все это Слава Богу Нашли Там по-моему В гараже Одного из них Их двое было Одному Я вчера уже Рассказывал об этом 7 лет дали А этому 8 Потому что За ним еще 6 краж Оказывается 6 краж Вот Вот такая Пока На сегодня Сводочка Происшествий И еще раз Повторяю Давайте С вами Не разбегаться Друзья мои Вы мне Нравитесь Я вас люблю Значит Я Стараюсь Тоже Это сказать Постоянно Держать вас В курсе Каких-то Событий Которые мне Более близки Криминальных В основном Событий Ну и других Конечно Которые Нас интересуют Я умышленно Значит Не касаюсь Темы Развития Операции Спецоперации На Украине Потому что Для этого Есть Официальные Источники Информации И давать Оценку Значит Свою Которая Может Расходиться С официальной Для меня Было бы Небезопасно Небезопасно Я Этим делом Не занимаюсь Хотя Как и все Вы Как и все Мы Тщательно Слежу За Происходящим Анализирую Слежу Делаю Выводы Делаю Какие-то Прогнозы Выслушиваю Прогнозы Более Солидных Дядек На эту Тему И Стараюсь В этом плане Не отстать От жизни Есть такое Предположение Что к майским Праздникам По крайней мере До 9 мая До дня победы Спецоперация Ищерпает себя Будет Завершена Ну и конечно Я думаю Без какого-то Контингента Войск Наши Украину Не оставят И на Украине По идее Должны будут Произойти Важнейшие События Я так думаю Что Будет Референдум Луганский В Донецке На тему Присоединения К России Раз Присоединение К России Значит Скорее всего Выборы Президента С 24 Года У нас Будут Перенесены На нынешний Может быть Даже год И На Украине По идее Должен быть Произведен Нет Возможно Во всей Украине Референдум А может быть И Досрочные Выборы Президента Президента То есть Речь идет О Зеленской Не знаю Вот в этом плане Я не политик Я так сказать Сторонний Наблюдатель Но переживаю Страшно Переживаю Страшно Переживаю Я огромный Любитель Николая Васильевича Гоголя Я Почитатель Сала Горилки Может быть Иногда Даже Каких-то Галушек Галушек Которые Я едал Вот такого Размера Галушки С маком У нас Даже булочки С маком Не продавались Мак был запрещен Вот же дурь Так дурь Если уж Вы знаете Что Если уж Бороться С пьянством Значит Например Вырубать Под нож Бульдозера Пускать Все виноградники Которые Мой земляк Великий Этот Князь Не великий Князь А Ну да Он Потемкин Таврический Паворит Царицы Насаждал Там 200 лет 150-200 лет Виноградником Под нож А если уж Бороться С наркоманией То И мака На булочках Не будет А там В деревне Вот такие Галушки И полкилов Каждый Мака Это О Со сметаной В которой Ложка стоит Ну в общем Я еще раз говорю А борщ Украинский А пампушки С чесноком Ой Мне стыдно Говорить о том Что Я вот Вот так вот Что Я лично Теряю Значит Почему Потому что Там Жизни Люди теряют Судьбы Ломаются Короче И может быть Нельзя было И иначе Короче Опять Как всегда Требуется Время Чтобы Чтобы Как говорят Великое Видно Издалека Чтобы Осознать Понять Разобраться Дожить бы До понимания Дожить Друзья Не забывайте О нашем Приюте Котовасия 67 Ваша помощь Цена Необходима Не только цена Можно сказать А бесценно Необходима Я каждому Из вас За каждую Копеечку Благодарен Благодарен Тысячу раз Спасибо огромное Здоровья вам Всем Счастья Если это возможно В отдельно Взятой стране И Мира Мира И еще раз Мира На Украине Да и во всем мире Пока Продолжение следует...